Добрый день, уважаемые подписчики! И сегодня без монтажа попробуем улучшить наш сервис и немного мы его усложним. Смотрите, что мы сделаем. Во-первых, сначала перейдем в... Давайте откроем терминал и для начала включим ROS. Вводим ROS Core. Все, ROS у нас запущен. Все окей. Создаем новую вкладку. Итак, давайте сначала перейдем в наши уроки, в последний наш урок. Что я хочу сделать? Переходим в папку CRV и открываем Messengers. Здесь у нас сейчас два целочисленных данных, один флот. Они складываются и нам возвращается сумма этих чисел. Но вдруг нам понадобится более сложный сервис и давайте попробуем его реализовать. Как это вообще нужно сделать? Итак, вот это я пока вбок, сюда вот уберу. Давайте какие-нибудь переменные по другому назовем. Скажем, у нас будет координаты XY, float это будет наш Angel, скажем, угол поворота робота. И давайте имя робота тоже будем передавать. Или нет, не имя. Да, тип данных здесь должен быть string. И скажем статус. Переменная. И что мы должны получать в качестве ответа? Мы должны получать... Ну, давайте мы будем получать только... Давайте int 64 и сумма, просто наша сумма, XY. И угол давайте не будем. Пока что угол не будем передавать. И передадим еще статус... Ну, давайте его назовем out. Сохраним файл. И вот после того, как мы сохранили файл, наш пакет сразу надо пересобрать. Мы делаем роз... Ну да, давайте перейдем в наш пакет. Listen3. Servi. Мы в него перешли. Делаем команду make. И он у нас весь пересобирается. Отлично. У нас никаких конфликтов нет. Давайте выйдем отсюда. И очистим поле. Окей. Нам понадобится в любом случае две вкладки. И что мы теперь должны сделать? Сделать. Так. Здесь у нас все готово. Давайте откроем наш сервер и клиент. И посмотрим, какой он у нас был раньше. И что мы сейчас должны переделать. Во-первых, мне сейчас понадобится мой файл servi. Я хочу, чтобы он был у меня перед глазами. И так. Давайте начнем, пожалуй, с клиента. То есть то, что мы будем задавать. В начале у нас задается уже четыре переменных. У нас есть int, int, float. То есть вот здесь у нас будет float. Вот эту часть я скопирую. И давайте переменной x, y. Здесь, ну давайте тоже angel назовем. И здесь статус наш. Он занимает статус четвертое место. И он уже не float, он string. Здесь у нас количество четыре меняется на пять. Если у нас будет все плохо, тогда у нас должно вывестись x, y, angel и статус, если мы вдруг ошибемся. И вот здесь. Что у нас должно быть? Во-первых, x, y и не z, а angel. И давайте на новой строчке выведем сообщение статус. Дветочие. И здесь у нас статус. Выровняем. В качестве еще ответа будем... Да, давайте выводить результат нашей функции add3client. Не будем менять название, только поменяем аргументы. Angel должен ей передаваться и должен передаваться статус. Теперь идем в add3client. Здесь пишем angel. Angel и статус переменную мы сюда передаем. И что мы с ними делаем? Во-первых, вот здесь мы их должны обозначить. Так, окей. Так, здесь у меня уже есть некоторые наброски. Так, что мы должны возвратить? Давайте пока что оставим это поле таким. Так, в качестве обработки исключения, да, ставим эту функцию. Что у нас с сервисом? В начале все то же самое. Запускается addService. Здесь мы тоже ничего не меняем. Мы пишем, мы готовы. Ну, давайте не add2client, а add координаты. And status. Так, наши старые аргументы уже не особо актуальны. Давайте их удалим. Вот эту всю часть. И здесь мы пишем то, что мы получаем. Какие переменные. То есть здесь мы перечисляем уже непосредственно вот эти переменные. Здесь переменные x, y, angel, status. Они внутри вот этой программы. Они не относятся к сервису. А вот эти переменные, которые будут уже после rec, это уже наши координаты. И давайте напишем recx. Здесь будет, скажем, координаты x передаваться. y это rec.y. Еще добавим 2. Еще у нас будет angel. Давайте тоже большими буквами. И статус. Вот здесь меняем на angel. А здесь меняем rec на статус. Выроним. Так, а что мы должны сделать в качестве ответа? Раньше у нас отправлялась сумма. А, кстати, да, у нас и сейчас она отправится сумма. Но мы передадим вот этому классу. Помним, что у нас это класс. Давайте его сразу посмотрим. Мы перейдем в Favco.src. Lessons. CRV. Здесь откроем messages. Нам нужен класс messages response. Вот он. И когда он у нас объявляется, эта функция init, у нас состоит звездочка перед arcs. То есть это у нас неопределенное количество аргументов передается в этот класс. Сейчас мы это, собственно, и сделаем. Мы передаем координаты x, y. А, кстати, мы можем это все сделать проще. У нас здесь переменные теперь x плюс y. Потому что у нас первый аргумент должен быть сумма. Причем она должна быть целочисленной. И вторым аргументом, то есть мы здесь уже ставим просто запятую, и мы пишем статус. Все, окей. Да. Теперь это можно попробовать. Выравниваем. Координаты и статус. Вроде бы все. Давайте посмотрим, как это работает. А, да, работает. Вот здесь мы должны вернуть какие-то аргументы. У объекта resp1 мы должны вернуть два аргумента. То есть это сумм и статус out. И давайте это сделаем. Да, кстати, давайте прибавим rec статус. Прибавить. Так как это str, давайте напишем it's ok. Ну, просто чтобы мы прибавляли какое-то сообщение. Здесь мы делаем, возвращаем сумму, то есть вот эту переменную, и еще раз пишем resp1 точка, статус, нижнее подчеркивание, out. Извините. Out. Не забываем про запеку, выравниваем. Ну, вот теперь это похоже на правду. Теперь вот эта вещь мне, я могу свернуть. Это сюда. И давайте запустим. Вначале запустим наш сервер. У меня уже где-то есть сохраненные команды. Так, это клиент. Ну, ладно, давайте здесь запустим сервер. Service. Service.py Так, ага, все, он пишет, что он запустился. И теперь здесь мы запускаем нашего клиента. Давайте клиенту напишем координаты. X4, Y6. Angel это у нас float, поэтому напишем, скажем, 31.5. Так, 56, например, и статус move, типа мы движемся. Отправляем. Итак, нам выдалась ошибка в клиенте. Это в 38-й строке у нас пишет, что у нас name angel не определен. Ну, давайте посмотрим. Да, у нас вот здесь вот есть ошибка. Так, давайте мы это сохраним. Еще раз. Так, и снова атрибут. Angel, окей, это здесь. Так, он у нас пишет, что в message request в объекте нету pendulge. Где-то я ошибся. Давайте посмотрим. Может, это в сервере что-нибудь? Да, точно. Это в сервере была ошибка. Окей. А если в сервере ошибка, то сервер надо перезапускать. Иначе он не покажет, что произошло какое-то исправление. Так, теперь global name status is not different. То есть он не увидел статус. Давайте еще раз посмотрим. String, статус, окей, он здесь есть. Да, точно. Вот этот статус, он должен быть большими буквами. Потому что маленький статус здесь не определен. Да, конечно. Заново. Так, это давайте пока что отменим. Может, еще понадобится. Закрываем сервер. Заново его запускаем. Он готов. Здесь заново передаем сообщение. Так, окей. Он нам выдал статус move. Выдал наши числа. И мы получили ответ. Это сумма чисел 4 и 6, которые мы записали. И сообщение move. It's ok. Давайте вот здесь вот возьмем символ пробела. И в качестве ответа... Давайте еще исправим вот эту часть. То, что мы не складываем все-таки. Да, здесь не будет плюса. Давайте просто сделаем процент S. То, что он у нас есть. И здесь переменная angel. Так, окей. Еще раз. Ага. У нас 4, плюс 6. 3156. Окей, это работает. Смотрим, что нам выдает сервер. Да, сервис нам ничего не выдает. Ну, давайте в качестве работы функции вот здесь вот выведем пару текстов сообщений. Все, мы готовы. И распускаем клиента. Да, все, клиент работает. И посмотрим, что нам выводит статус. Статус нам выявил x, y. Угол выявил. И выявил нам статус. Статус move is ok. На этом все. Здесь мы поняли, что сейчас мы можем писать сколько угодно аргументов. И как их обработать. Самое главное это не запутаться с тем, что сервис должен нам отправить в качестве аргументов. То есть первый наш аргумент это наша сумма. А второй это наш статус. А в клиенте мы должны точно такие уже переменные получать. Именно с именем sum и здесь статус out. Давайте в качестве примера, допустим, маленький статус возьмем. Сервер у нас работает. Здесь попробуем запустить клиента. Итак, нам сразу пишет ошибку, что message response нет объекта sum. Ну и собственно у нас даже сервер это конечно обработал, но он нам никак не передал. То есть наш клиент не может обработать сумму. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь данный плейлист вообще является для вас полезным и вы тоже учите ROS. Спасибо за просмотр. Пока.